В полдень Дмитрий Степанович подошел к окну и засопев раскрыл его, не в силах дольше сидеть в сизом дыму табака. На улице уже не было ни одного раненого. Многие из окон приоткрывались. Там косил глаза за шторы, там металл сволнованное лицо. Из подъездов выглядывали головы, прятались. Как будто было похоже, что нет больше большевиков. Но частая стрельба за речкой. Ах, как было томительно! Вдруг, чудо, из-за угла появился, постоял секунду и пошел посреди улицы длинноногий офицер в белом, как снег китили с высокой талией. По голенищу его била шашка. На плечах горели полдневным солнцем, старорежимным счастьем золотые погоны. Что-то забытое шевельнулось в сердце Дмитрия Степановича, как будто он что-то вспомнил, на что-то вознегодовал. С непонятной живостью он высылся в окно и крикнул офицеру «Да здравствует учредительное собрание!». Корнет сейчас же подмигнул толстому лицу доктора и ответил загадочно «Там увидим». А изо всех окон высовывались, звали, спрашивали «Господин офицер, ну что, мы взяты? Большевики ушли?». Дмитрий Степанович надел белый картуз, взял трость и, оглянув себя в зеркало, вышел. На улицу валил народ, как из церкви. И впрямь где-то малиново зазвонили колокола. Радостно шумящая толпа сбивалась на перекрестке. Дмитрий Степанович схватил за рукав пациентка, дама с тройным подбородком. Искусственные цветы на ее громоздкой шляпе пахли нафталином. «Доктор, глядите же, чехи!». На скрещении улиц, окруженные женщинами, стояли с винтовками наперевес два чеха. Один с изобритой, другой с черными усищами. Напряженно улыбаясь, они быстро оглядывали крыши, окна, лица. Их щебольские шапочки, френчи с кожаными пуговицами и нашитым на левом рукаве отличительным щипком, крепкие сумки и патронтажи, их решительные лица – все вызывало восторг и почтительное удивление. Эти двое будто свалились на Дворянскую улицу из другого мира. «Ура!» – закричали в толпе несколько чиновников. «Да здравствуют чехи! Качай их! Берись!» Дмитрий Степанович, простихнувшись и сопя, хотел произнести достойное приветствие. Но от волнения у него пересохло горло, и он поспешил на конспиративную квартиру, где его ожидали высокие обязанности.